Здравствуйте! Я нахожусь на перекрестке. Это улица Полесская. Туда пойти можно в площади выйти, к центру города. Это улица. Там улица этого Цветаева, Угорское шоссе. А здесь улица Генерала Родина. И мы сейчас идем парк Огау осматривать. Кстати, вот эта улица Полесская, она идет вот так вот зигзагом, наверняка, изломанной линией вплоть до Некрасовки. Представляете? То есть далеко за город она уходит, улица Полесская эта. Она не прямая. То есть вот здесь, в том вот где женщина в белом, идет он на зеленый машин туда, и за гаражи далеко-далеко вплоть до Некрасовки. И там дома, на которых написано улица Полесская. Так что все очень интересно с улицы Полесская. Так, вон тот дом стоит возле озера Веселого. По-моему, ЖК Крылья, жилищный кооператив. Это тоже красивые дома Генерала Родина. А вот и парк Огау. Замечательное место, где много всяких интересных растений. И мы сейчас осмотрим парк Огау этот. И растения, которые увидим тоже. Прогуляемся. Я не раз уже здесь прогуливался. Ну вот, весна. Даже уже лето наступило. Здесь можно... Вот улица Полесская идет туда. Здесь можно прогуливаться и осенью интересно, и даже зимой. И летом, и весной. Разные растения цветут в разный период. Вот. Их интересно наблюдать в разные фазы роста. Орловский государственный аграрный университет имени Николая Васильевича Парахина. Там есть памятник Парахину. Мы осмотрим его. Надеюсь, погода нам не помешает. Вот интересно тоже, погода, да? Яндекс. Погода. Целый день какие-то дожди. Никаких дождей не было. По крайней мере в Советском районе, где я живу, не было дождя. Ну, это хорошо. Там у нас что? Там у нас ничего. Подлине он метров 400. По-моему. Достаточно большой. Карпогао. Да, тут какие-то, смотри, ремонты. Можно ли пройти, не знаю. Хотелось бы, конечно, попасть туда. Вот женщина пошла, и мы за ней. Очень большой дом. И там вот остановка. Я думаю, мы туда и выйдем, к остановке потом. Ну, вот буквально там метров 300-200. Прямо остановка. И прямо напротив остановки вход в учебный корпус. Там вот были теплицы и поле. И набор, так сказать, сельскохозяйственной техники. Сейчас не знаю, есть там это или нет. Я осматривал и технику год или два назад. И поле, и теплицы заглядывал. Но сегодня не пойду. Не хочется. Я пойду про проторенные дорожки по своей. Если вас интересуют видео мои прежние, снятые в парке Угалу, наберите в поисковой строке Дмитрий из Орла, парк Угалу. Вот, это акация. Да. Мы свистели в детстве. Вот семена, если выбрать, получаются свистульки. Сейчас я, наверное, уже не смогу это сделать. Забыл как. А может быть, я смогу. Вот, рябины. Рябины. Клевер растет. Там сосны. В том числе сосна, соспиленная верхушкой. Вообще, хочу сказать, что студенты, конечно, делают много удивительных вещей. Выращивают елку на елке. Завивают деревья в бублики. Проводят всякие ботанические опыты. Как, например, вот этот вот крендели они соорудили. Каким-то образом подвязали молодое растение. Дерево. И вот оно выросло. Вот такой. Замысловатая форма. Вот такую. На латрушки похоже. Так же и вот это тоже. Видите, что сделали студенты. Загнули дерево. И это тоже. Опыты такие проводят над деревьями. Изучают свойства растений. И это тоже. Ну, как бы, я не знаю. Вот, видите, здесь вода попадает, древесинка гниет. Ну, не знаю, насколько вредно это дерево, пока оно вот живо. Так, теперь, куда мы пойдем? Я тут, как бы, вот такой маршрут наметил и хожу постоянно этим маршрутом. Может, конечно, еще где-то полазить. Уйти там туда, там сюда. Ну, я как-то вот так хожу, поглядываю. Вон, кстати, остановка желтая. В желтом люди стоят, транспорт ждут. Так что и доехать сюда, и уехать отсюда несложно. Так, я, к сожалению, не ботаник. Не могу вам рассказать, какие-то растения. Познания у меня минимальные в ботанике. Ну, они мне нравятся. Это какой-то космический мотоцикл. Арт-объект такой. Оригинальный. На картинку поставлю. На заставку. Ну, беседочка. Приятно, согласитесь, такая беседочка. Кому-нибудь на даче, например, сделать. Здорово же, правда же? Сейчас вот отсюда немножко ее. Томик такой зелененький. Посидеть от зноя, от жары. В этой беседке очень даже неплохо. Влюбленным и всем. Хорошо. Есть такая карета. Для новобрачных можно снимать. Фото, видео на память. Кто браком сочетается. Посидеть здесь. Смотреть друг на друга. Утвердиться, собственно, так сказать, в выборе. Подумать. Подумать. Красивый такой. Карета свадебная. Так, вот это сумма холенирогий. Специя. Кисленькая. Но она сейчас еще не вызрела. Там старые вот эти свечки. Прошлогодние, по-моему, остались. Когда новые будут, не знаю. Каждый ли год она дает урожай вот этих шишечек. Это старые шишечки. Темные какие-то. Уже. Ну-ка. Или новые. Не, это новые. Или старые. Фу. Не знаю, по-моему, старые. Ну, ладно. В общем, красные должны быть, по идее. И на вкус, как гранат. Гранатовая корка. Вот тоже сумма холенирогий. На рынке, да? Специи сумма холенирогий. Так, это мы... Там памятник Парахеру. Мы сейчас обойдем здание против часовой стрелки. И памятник этот отдельно сниму. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Расскажу я еще про свою диету Минимально измененные продукты природы В процессе прогулки Поскольку не могу я тут особо по растениям рассказать Только показать могу Не спец, не ботаник Но хочу сказать, что очень трудно порой удержаться от повышения веса Всю жизнь с этим борюсь С детства мама хорошо кормила с бабушками И все, что я мог придумать Это диета своя Минимально измененные продукты природы То есть, как природа произвела продукт Допустим, яблоко или орех То есть, лучше всего его так и съесть Не варить, не жарить А вот так вот в сыром виде Ну, в крайнем случае, отварить так минимально Вот, например, гречка Гречка Она сама по себе не коричневая А бледно-зеленая такая И такая сопливенькая Но на предприятиях ее прожаривают Прокаливают И она приобретает коричневый цвет То есть, в принципе, она уже термически обработана То есть, теплом И ее уже варить необязательно По крайней мере, долго варить не надо Вот как из елки сделать пальму, да? Очень просто А вот елка на елке растет То, о чем я говорил Двухъярусная елка Много всего интересного Вот это, кстати Это манчжурские орехи Манчжурские орехи И это тоже манчжурский орех Я пробовал эти манчжурские орехи Они похожи на грецкие орехи Но там очень мало Собственно, ореха вот этого То есть, там очень много шкурки Скорлупы А ореха мало Мяса орехового Поэтому Есть их сложно Но можно Видел я его Здесь еще и белок неподалеку Да, здесь белки живут Вот, кстати, лежит скорлупа От этих орехов манчжурских Видите? И вот сам орех Вот он, как выглядит Видите? Их распиливают дисками Окрашивают Делают бусы Там, или что-то такое Вот он Марий орех манчжурский И вон они созревают Орешки Очень, кстати, похожи на грецкие Так, сейчас, наверное, подойду Где-нибудь поближе найду У нас в Орле И грецкие орехи Тоже растут Я пробовал Очень вкусные Там На улице Мостовой В частном Одном доме Вот Орех манчжурский Смотрите Какой Вот такой Он похож на грецкий Прошлогодний Но Зерна там мало Этого самого Ядра орехов Мало Поэтому В общем Мало что с него Можно Поиметь В плане Съедобного Так Что-то не вижу Там видел Тут не вижу Я хочу Просто вам Показать Вот они Зелененькие Это Зреют Орехи Манчжурские Смотрите Вот такими Гроздями Видите Вот Ну-ка Один Сарова Уж Извините Вот это Зелепубка Манчжурского Ореха Зависть Так сказать Горькое Внутри Они тут валяются Наверное белки их и грызут Тут Хотя не знаю Железные зубы Мечку Разгрызть Или каменные Там Очень-очень твердая Сколопа Тяжело колется Ну В целом Можно 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 Тисками Там Расколоть Молотком Раздолбить Можно Так вот Моя диета Минимально Измененный Продукт Природный Вот К сожалению К сожалению Не получается У меня Всегда И придерживаться Я очень люблю Хлеб С детства И этот хлеб Нагадо съедаю Еще люблю Сладости Конфеты Там Всякие Шоколадки Торты Тоже Иногда Срываюсь Вот Беседочку Интересную Сделали Студенты Посадили Деревья Вокруг Ну А так В целом В идеале Когда Я Длительное Время Придерживаюсь Этой Диеты Минимально Измененный Продукт Природы То Вес Идет На уголь Да Еще Я заметил Хорошо Ограничить Количество Продуктов Там Чтобы Не слишком Много Было Разнообразие Оно Влечет Как бы Переедание Что Можно С гречкой Делать С прокаленной Уже С коричневой Из магазина Можно По совету Известного Ведущего В мире Животных Николая Дроздова Вегетарианца Можно Залить Кефиром Или Простоквашей Кисломолочным Каким-нибудь Продуктом Это ирисы Вроде бы Глупион Не ирисы Или розы Не знаю Розы Залить На часа Натри В общем Очень Получается Вкусная Такая Сырая Сыраеческая Каша Гречневая С простоквашей Или с кефиром Или с ряженкой Это доски Героев Труда И Обучения Сотрудников ОГАУ Мне кажется Недавно Их сделали Эти доски Памятные Что-то я раньше Их не припомню Были ли Может Прошел Невнимательно Ну В общем Много ветеранов Уважаемых Людей С наградами С медалями С орденами Доска почета Так сказать Так Идем дальше Осматривать Растения ОГАУ Очень Интересную Вот Я прочитал Историю Когда На северах Там Дрифовала Судно Вмерзшее Плёд Что-ли Или там Зимовали Они Во льдах Там где-то И у них Началась ЦНГ Они пережидали В общем Зиму Ждали Оттепель В северных Краях Где-то там Возле Северного полюса Неподалеку На судне Началась ЦНГ У экипажа Судовой Доктор Стал Проращивать Горох Обычный И давать Команде По горсти И ЦНГ Прекратилась И Также Известно Что Любители Здорового Питания Иногда Проращивают Пшеницу Пшеничные Зерна Там В общем До 3 Миллиметра Хвостики Отрастают Потом Нельзя Уже Ядовитые Они Становятся И Подсчитано Что Где-то До 600 Раз Увеличивается Содержание Полезных Веществ В проросшем Зерне Собственно Заливаешь Салат Салат Сырые Вот эти Семечки Они По мягкости Как Вурции Примерно Становятся В салат Можно Также С изюмом Потреблять А можно Сделать Смузи Смузи Это В переводе Сан-Лизского Приятный Мягкий Нежный Смуз Приятный Мягкий То есть Блендером С водой Размалываются Вот эти Размоченные Злаки Зерна Кстати Вот насквозь Можно выйти К остановке Блендером Теплой водой Размачивается Размалывается С чем Можно Размалывать Можно Сделать Соус К блюдам К разным Добавить Значит Сыр Травы Специи Получается Вот что-то Вроде Печеночного Такого Паштета А можно Вот эти Семечки Размоченные Размолоть С теплой водой С бананом И с ванилином Получается Крем Похоже По вкусу На Пломбир На мороженое Коктейль На молочный Коктейль Очень вкусно Можно Семечки Немножко Поджарить И размолоть Кофемолки И смешать С медом Получается Халва Можно Сделать Так сказать Есть такие Вот Направления В кулинарии Раф Торты Раф Пирожные То есть Сырые Торты Сырые Пирожные Готовится Семечек Орехов Размолотых Хлопьев Овсяных Ягод Меда Сухофруктов Изюма Но я что Вот делал Я брал Например По простецки Семечки Подсолнечные Ну Сухие Очищенные Ух Какой Куст Приятный Пойдемте Пройдем Семечки Подсолнечные Размалывал В кофемолке Потом Размалывал Примерно Столько Овсяных Лопьев В кофемолке Потом Тер Морковку Мелко И все это Смешивал С медом То есть Семечки Размолотые На кофемолке Хлопьев Овсяные Размолотые На кофемолке Мед И изюмчик И получались У меня А Изюмчик Да И эту Морковку Морковку Тертую Получалось У меня Что-то Типа Знаете Из пирожной Картошки У меня Что-то Получалось Типа Шарики Скатал Пирожная Морковка Вот Очень вкусно Особенно Согущеночкой Полить Пирожная Морковка Пирожная Картошка Ну Можно Без Морковки Можно Изюм Холодку Семечки Молотые Хлопья Овсяный Мед Вот Четыре Компонента Ну А с Морковкой Так Посочнее Конечно Получается Вот Много Чего Можно Сделать Из Семечек Гречку Люблю Сыр Люблю Ну Соль Я стараюсь Не есть Стараюсь Вместо Соли Сырок Тереть На терке Сырок Он соленый Вот такой Вкус Придаю Чего это за Шары Такие В помойке Не буду Подходить Вот Морковку Морковку Люблю Лук Люблю Репчатый Так Вот Пожмякаешь Пожмякаешь Порежешь Он чуть Подсох Не такой Едкий Становится Вот Много Чего Я люблю Ну Стараюсь По Минимуму Обрабатывать Продукты Там Находится Футбольное Поле И Кусты Барбариса Но Я туда Наверное Не пойду Хотя Можно Посмотреть А тут Вот Рябиновая Аллея Грибы Растут Видел Женщины Как-то Собирала Грибы Половину Ведра Набрала При мне Я с ней Даже Поговорил Записал В ролике Посмотрим Сейчас Наполин Футбольное Которым Собственно И заканчивается Парк Угал Так что Такая У меня Диета Минимально Измененный Продукт Природы Иметь Свиду От Природного Состояния Вот И Когда Я Придерживаюсь Долго Вес Идет На Оболь Главное Не Получать Пустых Калорий Чтобы С Питательные Вещества Были Сбалансированы Ну Природа Сама Все Балансирует Наше Дело Только Не уменьшать Их Ценность Природная Варка Жарка И Все Такое Ну Там А только Эти Как Тренажер Чики Всякие Шведские Стенки Я Снимать Не буду Просто Показал Окраину Парка Угау И Сейчас Давайте Возвратимся Посмотрим На памятник Парахину Николаю Васильевич Человеку Который Руководил Университетом Университетом Аграрным Орловским Государством Аграрным Университетом Угау Там Там Еще Две Аллеи Есть По Моему Лиственница Ели Посмотрим Я точно Не помню В каком Месяце Здесь Много Цветов Было По Моему Ближе Косени Еще Простоквашу Хочу Отметить Люблю То есть Берешь Обычное Молоко Хорошего Качества Оставляешь Так сказать И оно Скисает Крышку Приоткрыть Марли Перевязать Получается Как Продукт Похожий На Сметанку Очень Вкусный Можно Его Использовать Вместо Сметаны Добавлять К овощным Блюдам К супам Вот у меня Силы Воли Не хватает Поэтому У меня Лишний Вес Конечно Есть Нет Нет Да И Съешь Там Какого Нибудь Хлеба Там Или Пирожных Или Конфет Есть У меня Некоторый Избыток Лишнего Веса Ну На мой Взгляд Не особо Сильный Но Конечно Сбрасывать Надо Поэтому Собственно Сегодня Такую Прогулку Предпринял Хорошо Пообеду Вот Надо Надо Отработать Какие красивые Цветочки Отработать Надо Такой прогулкой По моему Ирисы Вот Будет Скоро Выставка То ли Пионов То ли Ирисов Не помню На Орелграде Читал Возле Подвесного Моста Там есть Такая Танцевальная Площадка Ой Как красиво Смотрится Это все Ой Пахнет Прекрасно Хотел Тут С кем Нибудь Погулять Но Что то Никто Ничего Не обозначается И Поэтому Решил Сам Сходить Погулять В одиночестве Так сказать Ой Запах Какой Прекрасное Место Прекрасные Цветы Здорово Все Смотрится Я люблю Это место И зимой И летом И осенью И весной Просто Как Считаю Что Одно Из Самое Лучшее Место В Орле По Растениям В Ленте Так Потрогаешь Думаешь Да Интересная Природа У нас И вот Памятник Основателю Человек Который Вложил Много Труда Орловское Аграрное Университет Николай Васильевич Парахин Я его лично Знал При жизни Вот его Памятник Ему Спасибо вам Николай Васильевич Это Самое На мой Зад Красивое В плане Растений Место В городе Орле Вот Храни Вас Господь Спаси И Сохрани Как говорится Все там Будем Ну а Пока Мы здесь Мы вам Благодарны Вот За это Замечательное Место Которое Нам Устроили Орловский Государственный Аграрный Университет Имени Парахина Да Николай Васильевич Помню Его Несколько Раз Видел Энергичный Дружелюбный Человек Внешне Близко Ты не Общался Так Издали Видео Мужское Так Фонтанчик Хорошо Шум Вот Такая Получилась У нас Прогулочка По парку Угол Давно Давно Сюда Собирался Но Не находилась Попутчика И Решил Я Никто Никуда Не просился Гулять Особо Из Знакомых И Решил Сажу Ко я Один Вот Это По-моему Лиственница Или Пихта Я не знаю Аллея Лиственница Или Пихта Лиственница Я думаю Птица Птица Сорока Кричит Что-то А Две Там Птички Они Там Брачуются Что-ли Замечательно На дереве Сидят Птички Что-то Хочет Я думаю Самец Сорока Две Сороки Одна Улетела Вот Одна Осталась Видела Я Здесь Также Белку Какту Году 2021 Если не Ошибаюсь Зимой Такие Шишечки Что Это Лиственница Маленькие Шишечки Такие И Аллеи Елей Ну Елей Я особо Так Не Рассматриваю Елей Я Давно А я Снимал Спасибо Да Я Обошел Все Я Все Обошел Здесь Спасибо Это Лиственница Или Пихта Что Это Скворечник Это Лиственница Называется Не Знаете Лиственница Скворечник Висит А Что Это Ну Такой Чудной Скворечник Вот С 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 Дырка Дырка Там Есть Красиво Тут Грибы Растут Кстати Вот Там Я Видел Собирала Женщина Где Эти Рябиновая Олейка С Пол Ведра Набрала Ну Это Я Сходил Здесь 2021 Суть Году Ну Да Это Я Запомнил С Ножичком Лазила Там Подрезала Так что Здесь Какие То Грибы И Белку Я Тут Видел И Ежей Сколько Ежей Не Видел Наверное Ну Ежей Да Хорошо Да Вообще Считаю Самое Красивое Место В Горде Орел Да Как будто Не в Орле Побывала В каком-то Не знаю Санаторий Да Сочи Я Не знаю Такого Красивого Места В Орле А его И нет Да Слишком Много Здесь Всяких Растений Интересных И ухоженный Он вообще Красавец Да И все Николай Васильевич Это Да Николай Васильевич Да Устроил Нам Угу Еще Поживки Вот Мы подошли К остановке На улице Генерала Родина Отсюда Можно Уехать Приехать Тут Можно Ладно Спасибо Здоровья Вам Здоровья Дорогие Зрители Подписчики Если Понравился Этот ролик Подпишитесь На канал Дмитрий Из Орла Можете Так же Поставить Лайк Написать Комментарий Можете Так же Пополнить Баланс Моего Сотого Телефона Мегафон 8 920 800 89 20 На услуги Связи Звонки СМС Интернет И вот Еще Пара Объявлений К сожалению Тут Собаками Запрещен Вход И Время Пребывания Вот Такое В зимние До 9 Часов Вечера В летние До 10 Не Сорейте Будьте Берегите Природу И Будьте Здоровы До Новых Встреч Всего Доброго